Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Инна Стейшн, и в канун Нового Года я решила выпустить просто волшебное видео. Конечно, скорее всего, еще до Нового Года где-то недели две, примерно тогда выйдет это видео, но я все-таки решила его записать. Сегодня я с вами порассуждаю на просто волшебную тему, секретную. Смотрите, если вы не знали этот секрет, то скорее делитесь им с друзьями, это очень важное видео. Сегодня я вам расскажу, как исполнить любое ваше желание за 100 дней. В этом видео я вам расскажу секрет, как вы можете притянуть вообще любую вещь в вашу жизнь. Это будет касаться и той мечты, которая зависит от вас, например, идеальная фигура, и той, которая, ну вообще, несбыточная мечта купить порш. За 100 дней мы с вами исполним любое ваше желание, поверьте мне. Ну, если это, конечно, не связано с природой, например, родить за два дня, условно, у вас не получится. Давайте я не буду затягивать с началом, ставьте свои пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, не забывайте про мой инстаграм, а мы начинаем. И начнем мы с того, что я вам расскажу, что это вообще сейчас будет происходить в этом видео, о чем я вообще говорю. Я говорю с вами о материализации ваших желаний. Это очень важно. Как вы знаете, мысли материальны. Вселенная слышит все. Если вы в это не верите, то мне вас очень жаль, потому что я раньше сама тоже в это не верила, но, к сожалению, все, о чем мы думаем, что мы говорим, что мы себе кладем на подкорку нашего головного мозга и подсознания, сбывается. И, к сожалению, сбывается и плохое. Поверьте мне, когда я говорила про какое-то плохое событие или боялась какого-то плохого события, ждала его, ожидала, рисовала себе картинки в своем подсознании, оно сбывалось. Да, но и также есть хорошая новость. Это случается и с вашими крутыми, чудесными, добрыми желаниями. Главное это также заложить к себе в подсознание. И первое, что вы должны делать, это думать о вашем желании, визуализировать его. Ищите в интернете картинки, печатайте их, клейте на стенку, рисуйте ваше желание, закладывайте себе на подкорку вашего подсознания то, что вы хотите. Но только вы действительно должны этого захотеть. Как показывает практика, временные рамки исполнения желаний также только у вас в голове. Как сбудется желание, когда, во сколько, что вы будете при этом делать. Все это оставьте вселенной. Главное думать о том, что ваше желание скоро сбудется. И сейчас я вам расскажу про технику тетрадь 100 дней. Специально для этого видео, для этого эксперимента, чтобы еще снимать кучу видосиков на данную тематику, я сходила в прикольный магазин, мы не рекламируем, но магазин реально классный. И купила все, что нам с вами понадобится. Во-первых, вам нужно найти тетрадку или блокнот, в котором будет 100 листов или больше. Я купила вот такой красивый ежедневничек с динозавриком, я очень люблю динозавров. И здесь, конечно же, больше 100 страниц, здесь 192 страницы, они у меня совершенно пустые, но тетрадка может быть любая. Хоть самая обычная 120-листовая тетрадка из Ашана. Но я считаю, что дневник желаний должен быть красивым, и если у вас нет возможности купить какой-то ежедневник, который будет радовать ваш глаз, например, как в моем случае, то украсьте свою тетрадь сами теми картинками и рисунками, которыми вы хотите. Итак, покупаем тетрадочку красивую, которую нам будет хотеть вести, открыть, которую нам будет хотеть вот так обнять. Я загнула, забнять, в общем, ту, которую вам захочется взять с собой или кому-то потом, может быть, показать. Но я не знаю, в общем, чтобы она была красивая, чтобы она радовала вас. Итак, далее, что я купила, это, конечно, не обязательно, но я купила еще и ручки. Я купила вот такие цветные ручки, чтобы вести этот блокнот 100 дней. И также я купила одну ручку, которую я буду записывать, самое главное, это желание. Она у меня вот такая вот с облачком, не знаю, так же ручку, вы можете взять вообще любую, хоть и за шанс за 5 рублей, хоть карандаш. Главное, чтобы оно было всегда одинаковым. Ну и вообще, я считаю, что лучше, конечно же, брать что-то красивое, потому что желание это такая волшебная тема, и вещи, которые исполняют ваши желания, тоже должны быть красивыми. Итак, это улетает, это мы все кладем, и теперь я рассказываю с вами, в чем же вообще, что за бред, я сейчас несу, спросите вы, но нет, ребят, это не бред, это реально работает. Да, смотрите это видео до конца, и именно твое желание сбудется. Поверь мне, я раньше тоже в это не верила. Итак, начинаю рассказывать про технику. Все, что вам нужно, это 100 дней не лениться, а вот реально сейчас серьезно к этому отнестись. Вы берете вашу тетрадочку, и вы берете 100 страниц. Ну, допустим, давайте вот здесь, у меня 100 страница, я сейчас не буду нумеровать, мы с вами пронумеровали, мы, кстати, это с вами сделаем в отдельном видео, у меня скоро выйдет на канале видео, как я заполняю свой дневник желаний, поэтому не пропустите, подписывайтесь, если вы не подписаны на мой канал. Итак, нумеруем страницы до 100, и на 100 странице пишем все ваши цели и желания, которые вы считаете, что вы готовы морально и можете достичь за 100 дней. Это очень важно, потому что если вы хотите, как я уже говорила, тупой пример, допустим, чтобы мне сейчас резко исполнилось 20, это неисполнимое желание за 100 дней, вы должны это понять и реально формировать свои цели. Например, вы хотите протянуть в свою жизнь деньги, вы пишете, я там что-то связанное с деньгами. А, кстати, насчет записи желаний. Все желания на 100 странице вы пишете в настоящем времени, как будто это у вас уже есть. Например, я зарабатываю 3000 рублей в неделю, я условно говорю. У меня есть растение, за которым я ухаживаю. У меня есть хаски, я с ней гуляю каждый день. И все в этом духе, все что угодно, это может быть любое желание. Хоть вы худеете с каждым днем, хоть вы, не знаю, на Марс летите. Или тупые какие-то, я говорю, примеры. Окей, желание может быть, как я уже повторюсь, любое. Оно может быть связано с вашей второй половинкой, с переездом в новую квартиру или с покупкой камеры. Главное, чтобы вы понимали, что вы готовы достичь этого желания за 100 дней. Мы пишем на 100 странице все желания и начинаем заполнять наш дневник. Сейчас я вам расскажу, как. Итак, первый день мы открываем первую страничку и пишем все эти наши цели. Точно так же, все их просто переписываем. Те, которые у нас есть на 100 странице, мы пишем и проговариваем. Я зарабатываю 3000 рублей в неделю. Ну, это я для примера взяла это желание, я надеюсь, что это все понимают. Мы пишем в настоящем времени и себе закладываем, как будто это у меня уже есть, и начинаем визуализировать. Пока мы пишем, мы представляем, как я получаю эти 3000 рублей. Допустим, я фрилансер. И хопа, мне поступают на карту 3000 рублей. Я это вижу, я это прогнозирую, я это визуализирую. Это очень важно, чтобы вселенная, вот это вот все, как оно исполнится, вас это касаться не должно. Главное, чтобы вы знали, что я зарабатываю 3000 рублей в неделю. Все. Вас никто в этом переубедить не может. Это ваше желание, это то, что у вас есть, будет вы этого хотите, значит все. Вас никто не может остановить. Когда вы написали все свои желания, я предлагаю вам украсить ваш дневник, чтобы он был радужный и красивый, чтобы желания реально хотели исполниться. Нам же важно видеть красивую картинку, мы же хотим жить красиво. Именно для этого я купила цветные ручки. Также это могут быть любые наклейки, скотчи, глиттеры, блестки, распечатки. Например, вы хотите зарабатывать 3000 в неделю? Нарисуйте эти 3000. Ну, то есть все логично, да? Украшайте ваш дневник то, чего вы хотите. Или вам нравится какая-то косметика, пусть ваш дневник будет девчачий. И вы приклеите туда на каждую страничку какую-нибудь безделушку, но которую вы действительно бы хотели. Не нужно клеить какую-нибудь помаду, которая продается в подружке, и вам она просто нравится, но вы ей не будете пользоваться. Клейте именно то туда и вкладывайте свой душевный порыв красоты именно так, как вы это видите, как вы это хотите. И если вы клеите какую-то вещь, то вы хотите, чтобы эта вещь у вас действительно была. Идем обратно, ушли мы с вами с темы, переходим к тому, как мы пишем желание. Да, ты его дневник обратно в руки, мне так легче говорить. Написали мы с вами первое желание, пока мы все за другом не переписываем, пишем первое. И далее после этого желания пишем, какие действия предприняли вы, чтобы это желание сбылось. Или же какие вы видели знаки, или возможно вы увидели в интернете. Ну давайте разберем пример с 3000 рублей в неделю. Вы фрилансер. Итак, ну это я допустим, вы хотите быть фрилансером и зарабатывать 3000 рублей. Я не знаю, может быть вы хотите эти 3000 получить, выиграть в лотерее, или получить такую прибыль с авито. Ну в общем, давайте разберем, как будто вы хотите стать фрилансером. Вы написали, что у меня наработок 3000 рублей в неделю. И дальше вы начинаете писать, сегодня я зарегистрировалась на такой-то платформе, чтобы попробовать себя. Я посмотрела ролик на данную тему. Или же, например, в интернете я увидела видео, где было рассказано, как зарабатывать деньги. И я его посмотрела. Это те действия, которые вы предпринимаете для того, чтобы ваше желание сбылось. Любые знаки, как вы считаете, которые вам указывают на это. Может быть вы увидели на дороге рекламу какую-то. Ладно, не на дороге, на этом. Плакат вон висит на стене, допустим, дома. И там что-то с деньгами. Это все так же ваши знаки должны быть. Все, что вы считаете нужным. Ваши эмоции от этого желания. Все вот это прорабатывайте в себе. И главное, еще раз повторюсь, представляйте, как будто это у вас есть. И пишите то, что вы чувствуете в тот момент, когда вы получили эти 3 тысячи. Представляйте, как вы их получили. Итак, приступаем к самому чудесному. Это тот момент, когда ваше желание, собственно говоря, будет. Желание может сбыться не только на сотый день. Не думайте, что именно на сотый день мое желание и все мои цели, и вот резко вот так бах, случилось чудо, они сбылись. Нет, желания могут сбыться и на 50-й день, и на 21-й, и на 3-й, и на 101-й. 100-й – это условная наша цифра, с вами наша цель. Но желание может сбыться и на 120-й, и это нормально. Но в пределах примерно этого года я практически уверена, что ваше желание должно сбыться, потому что эта техника реально работает. Я читала очень много историй людей, где им помогла именно эта техника. Решила с вами поделиться и сама поэкспериментировать. И, кстати, как-то давно я писала свои желания в блокноте. Я не оформляла никак, я не считала 100 дней, я просто писала постоянно, закладывала себе на подкорку, и некоторые желания сбывались. Я вам говорю, это серьезно, и некоторые желания у меня сбывались в течение двух недель. Это было странно, необъяснимый факт какой-то происходил. Вообще не знаю, как это происходило, но оно сбывалось. В общем, ваша цель – думать о хорошем, записывать ваше желание. Главное – не лениться. И вот не думайте, что сегодня день пропущу, значит, все будет окей, напишу за два дня. Нет, вы должны выделять время. Это займет, вы можете не украшать ничего, а чисто писать и описывать свои эмоции. Это займет буквально пять минут в день. Но вы должны это делать каждый день. Потому что каждый день мы формируем нашу реальность. Каждую минуту, каждая мысль, которую мы заложили с вами в голову, она формирует нашу дальнейшую жизнь. Поверьте мне, все в нашей голове, и это давным-давно доказано. Кстати, если вы хотите видео на какую-то такую тему, где я рассуждаю про визуализацию, мысли, что как правильно формировать мысли, напишите об этом обязательно в комментариях. В общем, ребята, идем дальше. Мы записываем каждый день, мы не ленимся, мы думаем каждый день. И на протяжении дня мы также думаем о наших целях. Ну, в принципе, сложно, наверное, забыть вашу мечту, если вы прям ее очень сильно хотите, допустим, машину. Вы не забудете, что вы хотите машину через пять минут после того, как напишите в дневнике. Это логично. Главное оставить реализацию ваших желаний вселенной. Вообще не переживать, не нервничать, спокойненько, с улыбочкой на лице пишем, представляем, какие мы крутые. Боже, как-то хорошо в нашей жизни, и все обязательно получится. Также еще очень важный факт. Вы спросите, а зачем писать в какой-то блокнот, если я могу написать на бумажке или же просто произносить это вслух? Да, вы можете произносить вслух, но понимаете, таким образом, когда мы пишем, мы фиксируем наши желания и заряжаем их нашей верой. Если вы пишете реально с верой о том, что я зарабатываю тысячу рублей, вы в это верите, искренне верите, а не просто, ну окей, да, я зарабатываю тысячу, ну, а через пять минут, блин, какой я дурак, вообще ничего не умею. Нет, это так не работает. Вы должны верить в себя от начала и до конца. Это реально очень важно. Главное верить. Вера заряжает ваши желания, они сбываются быстрее. Поверьте мне, сколько я насмотрелась видосиков, вебинаров и всего чего угодно, книг я прочитала на эти темы. И это правда, ребята, я хочу облегчить вашу жизнь и хочу, чтобы все ваши желания сбылись, так же, как и мои. Поэтому я провожу с вами этот эксперимент. Именно поэтому скоро будет видео, как я заполняю этот дневник. И, конечно, я не буду там полностью показывать свои желания, но я вам покажу на примере своем, как можно его оформлять. Я думаю, это будет интересно. Я очень творческий человек и очень люблю всякие такие блокнотики, личные дневники. Так, мы с вами вообще от темы ушли. Что я хотела сказать-то вообще? Что тут работает самый главный эффект. Эффект фокусировки, эффект визуализации, эффект повторения, которое все это закладывает на подкорку нашего мозга. Да-да, это так работает. Ну и, в общем, вот такое видео у меня получилось. Я надеюсь, что я вас убедила прямо сейчас отправиться в магазин за красивой тетрадкой или найти, отрыть в закромах вашу какую-нибудь крутую тетрадку или блокнот, который вам было жалко для чего-то использовать. Поверьте мне, это того стоит. Давайте вместе проводить этот эксперимент. Посмотрим, у кого сколько желаний за 100 дней сбудется. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то не забывайте ставить свои пальчики вверх, подписываться на мой канал. Не забываем подписаться на мой инстаграм, тикток, на все, на все жмем везде. Бахаем кнопку подписаться. А сегодня с вами была я, Инстейшн. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok